КПП с автобусов деньги не берет, а если поехать на авто, уточняйте стоимость проезда. Куржская коса, узкая и длинная песчаная полоса суши, отделяющая Балтийское море от Куржского залива. Ходит очень много прикольных баек, что метаморфозы с деревьями в танцующем лесу происходят от колдовства. И если провести здесь ночь, то обязательно сойдешь с ума. Выдыхайте, даже Чернобыль тут ни при чем. В 1961 году на 37-м километре Курской косы был высажен тогда еще обычный хвойный лес, а ветра, дрейфующие пески и, как говорят ученые, особый вид паразитов сделали из него танцующий. Еще его называют пьяный лес. Стволы деревьев извиваются как змеи, напоминая кому-то арфы, а кому-то спинки кресел. Некоторые особо выдающиеся сосны получили даже собственные имена. Чертовы рога, ведьмино кольцо и врата дьявола. Легенда танцующего леса гласит, что гулять здесь можно только по туристическим тропам, иначе безумные деревья заберут вас к себе. И придумали ее, скорее всего, чтобы многочисленные туристы не наносили вред заповедному лесу. Земля вокруг некоторых деревьев уже настолько вытоптана, что экологи бьют тревогу. При таком отношении лес может в скором времени погибнуть. А эти два экспоната даже оградили. Дерево с петлей чуть не снесли девушки, пролезающие через нее в надежде поправить свое семейное положение. Колея для туристов огорожена заборчиком, сделанным волонтерами. Она защищает лес от вытаптывания. В сырое время без калош сюда лучше не соваться. Лес занимает полгектара, пешеходная тропа имеет протяженность 800 метров. В начале маршрута можно увидеть фундаменты зданий. На этом месте раньше находилась известная немецкая школа планиристов. Учебное заведение основали в 1922 году, и спустя 14 лет школа получила имперский статус. До января 1945 здесь прошли подготовку около 30 тысяч немецких летчиков. И среди них было немало тех, кто ставил рекорды по длительности и протяженности полетов. До колонизации Пруссии немцами косу населяли древние племена Куршей, в чью честь она и названа. Длина косы 98 километров, а ширина колеблется от 400 метров в районе поселка Лесной до почти 4 километров чуть севернее Ниды, на литовской стороне. А в 2000 году Курская коса пополнила список всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположение косы и ее рельеф уникальны – от песчаных дюн до болот. Благодаря своему географическому положению и ориентации с северо-востока на юго-запад, она служит коридором и местом отдыха для мигрирующих птиц многих видов. Пролетающих из северо-западных областей России, Финляндии и стран Балтии в страны Северной и Южной Европы. А это на минуточку ежегодно до 20 миллионов особей. Тело косы состоит из песка, покрытого тонким растительным слоем, буквально в несколько сантиметров толщиной. И эти несколько сантиметров образовывались в течение многих десятилетий. Благоприятные климатические условия позволяют отдыхать на косе в период с мая по ноябрь. Если вдруг после целого дня пребывания на Курской косе вы ощущаете недомогание, тошноту или головную боль, не спешите с выводами. Готовьтесь, вас будет тошнить от чистейшего воздуха. Причем контраст этот будет ощутим даже по сравнению с негустонаселенной Калининградской областью, не говоря уже о больших городах. Так что по возвращению домой хорошо бы пару дней провести в какой-то буферной зоне, например на даче. Отвыкать от свежего воздуха намного сложнее, чем к нему привыкнуть. Самое узкое место Курской косы в районе поселка Лесной в сильные шторма заливается водой и коса превращается в полуостров. Экологическая тропа озера Лебедь начинается на 46 километре от начала въезда на косу и еще через 4 километра пограничная зона с Литвой. Тропа ведет по склону Дюны к площадке над волшебным озером Лебедь. Названо оно так в честь своих обитателей. Отгорожена от Курского залива тонкой мини-косой. Вода в озере пресная благодаря питающим его природным ключам. Дорога к озеру прекрасна сама по себе. Вы взойдете по песчаной тропе на Дюну в окружении столетних сосен и, возможно, местных грибников. Еще здесь можно обнаружить заповедную земляничку. Местами вдоль пути идет лесная тропинка и по ней, конечно, идти будет легче, чем буксовать по песку. Но это того стоит. Эти пейзажи навсегда врежутся в память. Если пойти в другую сторону от указателя на озеро Лебедь, можно найти очень любопытное местечко. Это не штормовые волны. Это обычные волны. Просто шторма начнутся через месяц-полтора. И примерно вот эти волны нажатие, наверное, на четыре. Не по высоте, а по степени силы они долетать до суда будут. И бывает частенько во время штормов даже расхерачивают низ. Ну, грубо говоря, полностью его уничтожают. Но эти шторма бывают два раза в году. Самый мощный – октябрь-ноябрь. Если существует отбойное течение, здесь оно тоже есть, но количество несчастных случаев здесь в разы меньше, чем на территории Балтийской косы. Причину не знаю. То есть, вот если я залезу, вот в это меня не унесет? Сейчас унесет. А. Сейчас. Ну, как бы, справиться с этими волнами, если вытащила мудрее, уже тяжело. Ну, как бы, человек физически. Я сам в любителе, когда вот два года была хорошего. Экстремальных видов спорта. Нет, не экстремальных. Просто вкупация. Я могу сказать, что через 20 минут до суда еще не остается. И мы не посидимаем на территории Берески. Таких боев, как на Балтийской косе, здесь не было. Может быть, локальные перестрелки, но не сильные. Поэтому вот эти домики, построенные еще при старой власти, прекрасно сохранились. Здесь все родное. И цвет, и стиль, черепица. Даже двери в этих домах, они еще с того времени. Заборов между домами не было. И поэтому вот эти дома, вот они в том виде, и в том цвете. И вот эта та черепица, тот цвет, те, ну, окна, наверное, навряд ли, это уже в советское время вставлено. А теперь моя любимая рубрика «Доступное жилье у моря». Наша следующая очень интересная остановка – высота Эфа. Рядом с поселком Морское на 42-м километре находится одна из самых высоких дюн – Ореховая. Самая высокая ее точка – 55 метров над уровнем моря – была названа в честь дюнного инспектора Франца Эфа. Его деятельность была связана с изучением и закреплением подвижных песков. А это конструкции из прутьев, чтобы песок не разлетался и давал укорениться высаженным растениям. Неприхотливые к воде хвойные деревья своей широко разветвленной корневой системой предотвращают дальнейшее разбивание и размывание дюн. С обзорных площадок открывается все многообразие ландшафтов косы – море, залив, леса и домики поселка Морское. Очень давно на месте поселка Морское стояла крепость. По преданию, здесь было языческое капище, где курши поклонялись своим богам. В 1283 году тевтонские рыцари основали здесь замок, а вскоре и поселение. Просуществовав несколько веков, в 1663 году оно удостоилось названия Пелькопин. Пески неоднократно угрожали поселку, из-за чего местные жители были вынуждены переносить свои дома, как флинстолны. На месте первого места расположения поселка сейчас находится дюна Старосельская. Или Стародеревенская. В 1888 году пески вновь подошли к окраинам поселка. И лишь благодаря деятельности Франца Эфа опасность удалось предотвратить. Работы по высадке растений, растущих в песке, в 90-е годы прошлого века, позволили сохранить эту полуостровную систему и спасти людей от катастрофических песчаных стихий. Позднее, когда общая экологическая обстановка стабилизировалась, человек стал привносить сюда некоторые декоративные древесные растения. Но условия произрастания на кося оказались слишком суровыми для многих видов. Тем не менее, Курская коса является домом для 889 видов и гибридов различных растений. И даже на склонах белых дюн, постоянно находящихся в движении, произрастают прибрежная фиалка, морская горчица и некоторые злаки. Летом, ранним утром и на заходе солнца, чтобы не застать туристов, сюда приезжают на фотосессии. Получается, для свадьбы в пустыне или не свадьбы. Но, по секрету, в стиле ню частенько проходят тоже. С проторенных троп лучше не сходить, особенно здесь, на высоте эфа. Как минимум, укатитесь колбаской в горку. А если повезет, можете даже встретить кого-нибудь. Лисы тут очень часто больны бешенством, что не мешает им нагло попрошайничать. В противоположную сторону от входа на высоту дорожка, ведущая на пляж. Хотя, точнее, на обрыв. Обычно ширина пляжа здесь 50 метров, но сейчас намного меньше. А в период шторма нижняя часть лесенки вообще не выживет. Каждый сезон она вновь отстраивается. Мы к тому времени уже немного проголодались и заглянули в кафе Винланд. Вот их инстаграм. И это одно из, наверное, самых лучших мест для фотоохоты на косе. Семенов Михаил Алексеевич, Советский Союз. Приходить нужно на Курскую косу. Это святое место. Здесь очень хорошо и зимой, и летом. А Музей русских суеверий – это самый лучший музей на свете. Сами понимаете. Да я бы вообще не уходила. Там так пахнет, ребята. Музей русских суеверий открыт с 2002 года Семеновым Михаилом Алексеевичем. Волшебник. Собственно, ручно превращает дерево в искусство. В музее можно познакомиться с разнообразными сказочными персонажами и славянскими духами. Баба-яга, кикимора, леший, лесные, домашние, полевые, водяные, дорожные, ночные и прочие духи. Если бы видео передавало запах, вы бы сразу ринулись на сайт с авиабилетами. А вот этот, этот девочек оберегает. Это самый главный домовой для женщин. Воструха зовут его. Ничего дурного с девочкой не произойдет в доме, где поселился Вострушка. И дом от пожаров и воров обережет. Левой рукой достаем ее. Даем его мне. И вы сейчас здесь, здесь, здесь. Вот сюда. И сейчас все произойдет. Вот так. Ладошки. Ну, отлично. Вот эти стекляшки, которые обкатало Балтийское море, говорят, что прямо с сегодняшнего дня, вот с этого момента, жизнь никогда не будет серой. Она будет разноцветной. Такие вы скромные ребята. Маленькие такие выбирайте орехи. Руки. Поли ладошки. О, вы пара? Да. Ребята, я должен вас обрадовать, видимо. В ближайшее время вы можете не увернуться. Это символ плодородия. Он покровитель художников и поэтов еще. Поэтому я его держу. Узнавайте заранее время проведения костюмированных представлений в деревне викингов. Наверное, это что-то незабываемое. Вся территория парка изобилует мифологическими и историческими деталями. Отличное место для семейного отдыха с детками. Заехали на променад в поселок Лесной. Это, кстати, вот эти донхаусы. Половина не продана уже очень давно. Их построили в 2002-2003 году, например. До сих пор ничего и не продано. Во-первых, а, заоблачная цена, а, б, как бы, по сути дела, потому что ее нужно только на три месяца в эту панель. Давай. Озеро Чайка – очень популярное место у местных рыбаков. Отлично идет крупный карась. Средняя глубина – 2,5 метра. Максимальная – 4. С XVIII века озеро служило водоприемником дренажной системы орошения пастбищ и сельхозугодий, из-за чего подверглось обмелению и заиливанию. В XIX веке жители поселка Рыбачий собирали на озере чайчие яйца. А само озеро называлось Чайчие болота. В начале XX века в поселке появилась первая в мире станция кольцевания, и озеро стало природным заповедником. Популяцию чаек взяли под контроль и сбор яиц запретили. Так им и надо. Он такой агрессивный. Он всегда. Это самец, он территорию защищает. Здесь имеются представленные реликтовые сосны. Им примерно по 200 некоторым экземплярам. Вот, смотрите, вот ему 130 получается. 150, извиняюсь. Высота Мюллера находится около поселка Рыбачий на 32-м километре Курской косы. Это самая высокая точка самой высокой болотной дюны. Ранее она носила название Брухберг. Чтобы подняться на высоту, есть два пути. Для здоровых и не очень. Общая протяженность троп 2 километра. На живописном пути, в окружении 200-летних сосен, можно поразглядывать таблички с картинками. С цветными. На территории Калининградской области водится самое редкое животное. Девять особей рыси. Но не на Окурской косе, а на территории Выштенецкого парка. Это еще один экопарк. Там вообще места просто потрясающие. Выштенецкое озеро, которое находится на территории Выштенецкого парка, это озеро Ледникового периода. Еще там можно встретить зубров-перебежчиков из Белоруссии. На высоте 44,4 метра установили памятный камень в честь лесовода Мюллера, лесничего Кёнигсбергского управления лесами. С 16 века все проникающие пески с дюны Брухберг неустанно двигались в сторону поселка Росибтон. И только благодаря новым внедренным Мюллером методам лесопосадки, которые длились пять лет и закончились в 1882 году, удалось остановить эту природную катастрофу. Все гениальное просто. Мюллер впервые предложил систему посадки саженцев с глыбой грунта. И благодаря этому методу приживаемость саженцев значительно увеличилась. С высоты Мюллера открывается вид на самое широкое место Курской косы. Виды здесь потрясают воображение. С одной стороны залив, с другой море. Реликтовые сосны, все как на ладони. Не забудьте сделать здесь панорамную фотографию и мысленно поблагодарить Мюллера за то, что он сохранил для нас эту красоту. Расстояние на Курской косе не для слабаков, но регулярно находятся смельчаки, бросающие им вызов, и через 10 километров начинающие пытаться ловить попутки. Так вот, ребята, информация для вас. Пока мы катались полдня, не было ни одной встречной машины. И в свою сторону мы тоже ехали на дороге одни. Автобусы ходят раз в два часа, и если заполнены, то по пути вас, конечно, не заберут. А они полны практически всегда. И навесов по пути не будет, если вы попадете под дождь. Многие думают, что за один день, подгадывая автобусы, можно успеть посмотреть все достопримечательности косы. Но на деле, таким образом, экспериментаторы успевали посмотреть максимум две и с большими заминками. Мы за весь день с гидом на машине не все успели посетить, так что даже не думайте. Наш гид Иван привез нас к Авандюне. Оказывается, это здесь мы вчера лазили в ночи. Из интересного на Авандюне можно найти оставшуюся от какой-то постройки печку. В ночи я думала, что это что-то 800-летнее. Еще один очень интересный факт про ворон на Курской косе. Когда ввиду природных явлений ловить рыбу становилось невозможно, а овощи на песке не росли, пищевой рацион населения косы становился очень-очень скудным. И им приходилось ловить ворон. Птицы всегда мигрировали через косу весной и осенью и попадались в ловушки кусателей ворон. Так называлась эта профессия. Устанавливали ловушку из хвороста с рыбацкой сетью, которую с пойманной добычей можно было тянуть за веревку. На дюнном песке были разбросаны приманки, бобы, зерно, рыба, и привязывалась ворона для привлечения внимания собратьев. Чтобы птица за весь день не успевала испортиться, ее умертвляли только вечером особым укусом в районе черепа. С XVII века вороны не давали бедным куршам умереть с голоду. Птиц солили, коптили, а впоследствии блюдо прижилось, и птиц даже стали продавать в большие отели и рестораны. Они считались большим деликатесом. Говорят, их даже поставляли в Кёнигсберг, как черных голубей курской косы. Кусатели получали разрешение в местном лесничестве на определенное место лова, которое потом передавалось по наследству. Опытные ловцы за день могли собрать 150, а то и 200 птиц. Смотри, чувак вообще пошел. Зачем он туда вошел? А, там, в принципе, мелко. Мы так много не успели здесь еще увидеть. Форт Денхоф. Ресторан Несельбек с очень зрелищным средневековым шоу. Но проводится оно не каждый день. Вот мы и не попали. Мистический полуостров Бальга. Выштенецкое озеро. Но там целый заповедник, которому надо бы уделить дня 2, а то и 3. Пожалуйста, делитесь в комментариях друг с другом и с нами интересными местами Калининграда и области. Малоизвестными, нетуристическими. Творите добро и любите друг друга. И даже если вам не понравилось это видео, но загадочным образом вы досюда досмотрели, подписывайтесь. Мы вас еще удивим. Хочешь в Москву? Петь умеешь? А танцевать? Все, брат ты мой, повезло тебе. Будь тебе миллионером. Скрылоку бросай туда, а эту денежку заведи-ка себе в кошелек. И после покупки первой нефтяной вышки возвращайся.